Итак, мои дорогие, мы построили с вами полочку, спинку, выяснили, что ВДП у нас 18,5, и теперь мы хотим построить рукав. Но у Галины Леонидовны не хватило на рукав ткани, поэтому прежде чем строить рукав, я сейчас вот это вырежу, а потом мы построим рукавчик. На другом кусочке, он у нас будет черненький, ну, сейчас так модно, вот именно. А пока я вырезаю, вы уже будете немножко, я буду корректировать, комментировать. Смотрите, вырезаем всегда по второй линии, даже если вы работаете без бумаги, без раскроя сразу на ткани, у вас бумажные вытойки, да, вы все равно никогда-никогда, пожалуйста, не пренебрегайте вот такой раскладкой. Такая раскладка наших рекал, когда у вас полочка рядом со спинкой, в серединке образуется пустое пространство, она обеспечивает нам самую экономичную, на самом деле, раскладку, потому что вот в этой серединке легко может поместиться вот эта часть, подбор, так называемый, который нам понадобится для того, чтобы мы обработали с вами застежку. Вот, но зато у нас есть вот такая вот гармония определенная, да, и нужный нам вот такой внешний вид. Смотрите, дошли до выточки, не знаем, как поведет себя ткань внутри этой выточки, поэтому просто добавляем так называемые домики. А когда вы вторые линии рисуете, вы уже добавляете припуски, и вам не надо гадать, нельзя делать эти припуски по одному сантиметру, если вы в индивидуальном пошиве работаете, боковые это всегда 2-2,5-3 иногда, здесь у нас 1,5 сантиметра, здесь 1,5 сантиметра. Припуски я тоже на своих занятиях обязательно рассказываю. Смотрите, делаю рассечки, обязательно рассечка по линии талии, это контрольная точка, рассечка вот здесь, и рассечка посередине передней половинки, потому что мы будем расставлять нашу переднюю половиночку. Да, и еще нам очень важно, прежде чем мы уберем, поставить булавочки. Так, давайте, мы будем подорвать. Да, ладно, ничего. Смотрите, как мы ставим булавочки. Они нам нужны для того, чтобы перенести наши выточки на другую сторону. Это одна задача, а вторая задача, это просто скрепить наше изделие, на самом деле, прежде чем его вырезать. И я еще вот здесь вот поставлю булавочку. Смотрите, что мы потом делаем. А, да, очень правильно, конечно, Наташенька, ставьте. Вот сюда перевернули, здесь ничего нет, есть только рассечки и уколы булавочек. Значит, вот одна рассечка, вот вторая рассечка, ой, вернее, булавочка. Я их соединяю, это талиевая выточка. Так, теперь вот эта сторона, у меня одна есть засечка, засечка, да, рисую эту выточку. Вот так. И, соответственно, вот так. Одну сторону нарисовала, вторую не буду. Значит, здесь по рассечкам у меня серединка переда. Обязательно нужно рисовать серединки, потому что мы будем ставить ниточки для того, чтобы примерка была качественной, да. Так, эта булавочка вершинка показывает. Вот у нас одна рассечка, вот вторая рассечка. Рассечки показывают стороны. И вот так легко и просто мы с вами можем перенести нужные нам линии. Здесь нужно? Здесь не нужно. Здесь поперек вот так можно поставить, потому что будем сметывать сразу по ним. Когда для сметочки булавочки ставятся всегда поперек. Так. А вот здесь вот? Да, 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 поперек. Вдоль не надо, вдоль они нам мешать будут. А поперек мы быстренько сметаем за несколько минуточек. Вот. Все, подготовим нашу полочку. Убираем ее в сторонку. И работаем. Наташенька, нам все... Да, хорошо. Хорошо все. И мы вырезаем нашу спинку. Скороплюсь, чтобы не затягивать ваше внимание. Ну, я пока это все на большую скорость поставлю. Так, 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 так. Рассечка, рассечка. И вырезаем крыло. И переносим вытачки. Так, это одна вершина, вторая. Вот смотрите, Наташа, еще нужно эти булавочки ставить угольчиками маленькими. То есть, чтобы мы видели четко серединку своего изделия. Так, здесь нам нужны рассечки и вершинка. И смотрите, боковой шов я могу здесь не рисовать. Это я тоже не буду рисовать, потому что он у нас нарисован там. И это я тоже не буду переносить. Вот нам удобно будет сметывать в таком состоянии. Все, с этим мы разобрались. Теперь мы берем рукавчик. Вернее, ткань, которая нам для рукавчика тут нашлась. Вот такой остаточек у меня нашелся. Да. И коль. Не говори. Ну что, может и тоже быть интересненько. Сюда черные пуговицы будут хорошие изделия. Правильно? Наташа будет подарок. Наташа будет подарок. Так, рисуем линию низа. Тебе пойдет так. Да, конечно. Интересно, красный такой цвет хороший. Правда? Угу. Так. Это линия среза рукавчика. Мы выравниваем просто вот эту вот грязь, которая... И вот это линия низа. Тоже обводим просто линеечку. Так как рукавчик у нас длинненький, 59 сантиметров, мы еще 2 сантиметра должны прибавить. Вот 61. Где у нас 61? Вот, держись от 1. Вершинка попадает куда-то сюда. Да? Так вот отложим ее. Так. А высота какая-то рукава, так как у нас 18 сантиметров с половиной была вертикальный диаметр проймы, отнимаем 2 с половиной, будет 16. 16 это вот. Значит, на этом месте будет находиться линия ширины рукава под проймы, расстояние до низа 45, еще разочек откладываем 45 и рисуем ширину рукава под проймы. Вот от этой точечки откладываем припуск на обработку этого рукавчика и получится у нас здесь точка В. От точки В откладываем ширину рукава. Ширина рукава у нас 31 плюс 4, 35 сантиметров. 35 сантиметров. 35 пополам, 17 с половинкой. Значит, вот так будет проходить трение середины рукавчика. Так, хорошо ли там нам видно? Давайте мы еще немножко вот сюда, вот сюда. Так вот сделаем. Так. Ширина рукава внизу. По нашим мерочкам ширина рукава внизу у нас 24 сантиметра. Значит, влево и вправо вот от этой точки откладываем по 12, 24 сантиметра. Отложили. Затем соединяем вот эти точки друг с другом. Так. И соединяем вот эти точки друг с другом. Передо мной передняя половинка рукавчика. Пока от рукава делим на два. Пополам. Вот точка. А это задняя половинка рукавчика. Ее делим на три части. Вы измеряете и все аккуратненько делите. Ну, я уж как привыкла буду делать, так. Нас интересует вот эта точка. Здесь вот эти отрезки делим пополам. И откладываем перпендикуляры по два сантиметра. В нижней части вниз. В верхней части вверх. Вот отложили перпендикуляры. Так. А заднюю половиночку рукава делим на три части. Из полученных отрезков тоже перпендикуляры. В нижней части вниз полтора сантиметра. В верхней части вверх полтора сантиметра. Начинаем оформлять окат рукава. Соединяем сначала вот эти два перпендикуляра со стороны спинки просто прямой линии. Прибавляем припуски полтора сантиметра, так же как на пройме. Берем линеечку вот так. По касательной соединяем с окатом рукава. Сразу добавляем припуски. Теперь три точки одновременно пытаемся уложить. Эту точку перпендикуляр и серединку. Нашли это положение. Обвели. И добавили припуски. Вот так. И перевернули свое лекало наоборот. И тоже три точки одновременно вложили. Вот такой вот у нас получился красивый окат рукава. Ну и здесь просто по касательной так соединили. Все. Окат рукава построен. Окат рукава готов. И это рукавчик прямой. Конечно в трикотаже можно было бы оставить его таким прямым и не мудрить больше. Но я все-таки хочу показать как мы будем делать рукавчик из обычной ткани. Если мы хотим его сделать зауженный книзу. Он должен иметь поворот соответствующий нашей руке. У вас особенно эта рука она не очень прямая. Она вот прямо ярко выраженный вот такой уголок. Поэтому этот уголочек нужно обеспечивать за счет того, что на задней половинке рукавчика строится выточка. Выточка локтевая называется. Понятно? Как это делать? Измеряем расстояние от высшей точки плеча до линии локтя. Это обычно 32, 33, 35 сантиметров. Откладываем. Получили линию локтя. Затем эту заднюю половиночку делим пополам. Начало выточки. Сама выточка обычно полтора вам надо 2 брать сантиметра. Потому что я обратила внимание, что поворотик очень значительный такой. Ну и в этой ткани все сутюжится. Все сутюжится. Хотя мы не будем делать на самом деле эту выточку. Мы переведем ее в посадку. Но не важно. Теперь смотрите. Ну сейчас увидите. Да, будем сметывать. Что, Катя? Спросите, что ты хотела. Нет. Ага. Значит, смотрите. Зашьется вот это. Мы должны удлинить настолько. Правильно? Удлинили. Изменилась линия низа рукава. Мы должны прийти в середину передней половинки. Приходим. Понятно, да? Ну и сразу, конечно, линия среза. Вот это тоже так же. Соответственно, ей будет корректироваться. Да? Теперь. Вот эта часть рукавчика, она просится повернуть себя налево. Да, здесь еще у нас безымянная точка есть. Вот на 2 сантиметра мы отходим. Мы уточняем вот так вот верхнюю часть рукавчика нашего. Так. Уравниваем стороны выточки. И должны прийти вот сюда, по идее. Но мы приходим на 2 сантиметра больше. Вот так делаем. И вот так делаем. Здесь мы тоже делаем поворотик. Подробности, пожалуйста, в учебном курсе. И здесь мы тоже делаем такой же поворотик, чтобы наш рукав был в центре тяжести, был более гармоничен. То есть это из-за того, из-за особенности руки? Это делается всегда. Всегда. А в вашей руке особенно это важно. Вот. Для вас это особенно важно. Поэтому я оставлять одинаковыми эти стороны никак не могу. Вот. Но эту выточку мы прошивать, конечно же, не будем. Мы вот эту часть всю припасадим. Тем более, что в нашей ткани это будет выполняться элементарно. Девочки, ну вы задавайте вопросы. Пожалуйста. Не обязательно их делать за кадром. А вот с закатом понятно, а вот с этими линиями не совсем. Не совсем, потому что я говорю довольно-таки быстро, да. Но наша задача же не выучить тот же мой метод кроя, да, как я, мою систему всю, а просто посмотреть и убедиться, что нет никакой разницы, где это все рисовать. На бумаге, да, или сразу на ткани. Применяя вот этот принцип, мерочки есть, прибавочки есть, да, что измерил, то и отложил. И откладываете это все сразу на ткани и получаете. Ну, конечно, подробностей довольно-таки много. То есть такое построение именно, вот как мы сейчас рисуем, это не для всех рукавов? Это для всех. Для всех, что там для футера, там для блузки. Конечно, конечно, а какая разница, да. Вот мы помечаем засечку у нас по вершинке. И вот эту вот птичку я делаю, это передняя половинка рукава. И ставим вот так засечку. Время опять наше подошло к концу. Вот у нас получился с вами вот такой рукавчик. Перерыв. Следующая задача будет сметать наше изделие.